итак всем привет друзья и исходя из данного экрана данного видео вы уже наверное поняли то что я соответственно опять таки это рубрика про разработку игр и так видео от захарова андрея по идее создание кнопки сниматься соответственно это сделано на питоне я думаю то что мы с вами это посмотрим я думаю то что вам это может быть интересно так вот давайте же мы с вами начнем эта кнопка и эта кнопка это это и вот это тоже кнопка в этом уроке мы научимся создавать такие кнопки которые реагируют на наведение мыши а также воспроизводят звук при клике на них использовать мы будем python и библиотеку пойди а досмотрев видео до конца вы научитесь создавать такие кнопки и сможете использовать их своих приложениях и играх основной класс начнем создание основного класса который в дальнейшем мы будем использовать при создании объектов и забываем текст кстати скажу сразу что я решил пойти по пути современности и поэтому подключил чат gpt для того чтобы он написал нам основной класс сделан конечно же не сразу и для этого мне потребовалось потратить больше 30 минут но все же получилось более менее сносно и сегодня мы рассмотрим этот супер код так как мы уже с вами решили и договорились что будем использовать именно пайгейм то конечно же кстати у меня есть сообщества вк где я рассказываю про свои разработки и вы можете зайти туда по ссылочке в описании я думаю если вам это интересно то вы можете туда зайти так а мы продолжаем делом мы должны его импортировать про то как подключить и установить я наверно создам отдельное видео а сейчас мы прям пойдем рассматривать этот класс объявим наш класс класс будет называться имидж button именно так его предложил нам создача gpt на самом деле здесь вы можете назвать его как угодно button image и тому подобное кликеры там будут вообще по любому что параметров но не пугайтесь сейчас я вам все объясню любой графический элемент на нашем экране должен иметь координаты и это координаты по оси x и по оси y в данном случае а блин простите пожалуйста смены дизлокации я думаю так будет лучше и так что же погнали еще именно такие параметры мы передаем первыми кроме того каждая кнопка может иметь свой размер это своя ширина и своя высота это следующие параметры которые вы здесь вот видите еще один параметр который подразумевает наша наш класс это параметр текст вот на этих вот раз два три четыре кнопках мы никакой текст не выводим но вот на третьей кнопочки вы видите текст выйти в большинстве играх и потому подобных интерфейсах используется такой же подход создается картинка которая будет отображаться первоначально и картинка которая будет отображаться при наведении а сам текст выводится поверх этой картинки для того чтобы можно создавать было быстро огромное количество кла различных кнопок после параметра текст как раз и идут параметры которые отвечают за те картинки которые мы будем отображать image ps это путь к нашей картинке которая до наведения и следующий параметр это параметр путя до картинки которые после наведения кроме того у нас возможно передать путь до звука который будет воспроизводиться при клике на этом я думаю все понятно и тут ничего такого сверхъестественного нет поэтому сразу переступим интересно как созданию мне очень интересно как это данный автор реализует соответственно само нажатие то есть отслеживание нажатия кнопочки наши вот левой кнопкой мыши и соответственно какое событие при этом происходит ну что ж мы это с вами в скором времени я думаю увидим если я не буду тянуть время наши внутренности нашего метода инициализации здесь чат gpt предлагает сделать следующим образом и я считаю что в принципе это дел правильное он предлагает сохранить наши координаты сохранить нашу высоту и ширину а также сохранить наш текст после этого мы должны с вами загрузить картинку ту которую указали селфиме нашей в нашем пути нет вот в этой вот в этом параметре и мечты подгружаем картинку вот таким образом наше свойство имидж за счет использования пай гейма кроме того наша картинка который мы загружаем вот в нашем случае она конечно же имеет правильные координаты но иногда картинка может масштабироваться то есть мы можем передать допустим какой-нибудь помощью метода трансформской рожать но на всякий случай мы же не знаем какого размера картинка и мы ее конечно же должны подогнать под тот размер нашей кнопки чтобы ничего плохого не случилось раз мы задали ширину и высоту то ее и будем использовать для масштабирования для этого есть вот такая вот замечательная операция благодаря по идее мы ее скалируют обычно извиняюсь что опять перебиваю я делаю это дело отдельную переменную для самой скейл не знаю почему это просто моя привычка то есть я пишу скейл а потом уже вывожу саму скейл вообще я с кнопками таким образом еще не работал с помощью классов я делал это более просто с через функции но это ладно это не суть важно как раз таки скейл я делал именно с бэкграундом вот до нужного размера мы берем нашу картинку и масштабируем ее под размер который нам необходимо далее чат gpt предлагает нам создать свойства нашего объекта в нашем классе это будет ховер имидж в общем то картинка которая должна отображаться при наведении я не знаю почему так решил чат gpt но он решил что по умолчанию пускай это будет та же картинка которая у нас и до наведения наверное это правильно для того чтобы в любом случае если вдруг что-то даже происходит мы отобразили картинку корректно не пустоту а именно картинку если вдруг у нас задано переменная который отвечает за путь картинки при наведении то мы должны что-то сделать и в данном случае мы должны будем поменять нашу переменную наше свойство объекта на то которое корректное то есть подгрузить картинку которая необходимо при наведении и конечно же мы тоже должны смасштабировать потому что но она тоже неизвестно какого размера и может быть не соответствующие тому что мы представляем далее мы делаем вот такую вот магическую магию я надеюсь что в отдельных видео я расскажу что это означает а сейчас мы просто наблюдаем радуемся и продолжаем еще одно свойство которое у нас должно быть объявлено по умолчанию это звук который либо будет либо не будет но если вдруг у нас все-таки путь к этому звуку задан вот это вот то мы должны что-то сделать и в данном случае мы должны подгрузить этот звук скажу сразу друзья я не пробовал все форматы но с mp3 и с валом эта штука срабатывает по крайней мере я подгружаю здесь mp3 и во всех примерах где я видел и даже сам чат gpt нам советовал использовать в но это не критично так продолжим еще одно свойство которое у нас должно существовать это свойство наведена ли мышка на наш объект на нашу кнопку из ховера по умолчанию мы поставим ее как false поскольку действительно мы не знаем наведена ненаведена будем считать что ненавидь ненавидена в общем такая тема что вот как раз таки свой первый проект который я выложил он как раз таки и на пай гейме я не знаю как вы к этому отнесетесь но все-таки он на полностью на пайтоне в общем вообще планировал я сделаю только демо версию на пайтоне а потом как самые безумные самых безумных людей переписать все полностью уже полный проект который я собираюсь пока что не спойлерить на си плюс плюс я думаю это будет оптимальным решением не знаю как думать тот другой более осведомленный человек чем я в этой сфере но я считаю то что игры должны работать со скоростью больше чем это делает пайтон тем более по это на то не язык для игру как таковой в общем то вот собственно что я и хотел выразить свою мысль в общем вот так и надо и это правильно так посмотрим всякий случай что произошло как видите немножко при копировании происходит достаточно странная штука почему-то тут это табуляция понятно что из-за этого меня кстати приложение иногда не запускаются за этим тоже следите настройте свой редактор так чтобы вас то бы были табами пробелы пробелами все метод потенциализации описан полностью здесь у нас все прекрасно никаких проблем нету чад же пяти отработал на пятерочку можно конечно доработать поспорить еще некоторые несколько моменты но я считаю что не будем мы настолько сильно нагибать наш чад же пяти он все-таки справился для того чтобы кнопка отобразилась на экране нам необходим метод который позволит ее нарисовать поэтому мы объявляем метод под названием дро и в него передаем экран на котором будет собственно говоря рисоваться наша кнопка чтобы понять какую картинку мы должны отобразить в нажатую или не нажатую там наведенную не наведенную мы объявляем белые гарант девать и в нее как раз занесем тот тот то изображение которое должны отобразить если картинка точнее если сейчас мышка у нас не наведена свойства из коварит фас то тогда мы отображаем картинку поможем случае мы отображаем ту картинку которая должна быть при наведении и конечно же мы после того как определить какую картинку мы должны отобразить мы должны и нарисовать на экране вот таким вот способом это тоже более детально мы разберем на на кассе и нынешних уроках а сегодня на этом застрять внимание не будет вот опять таки я думаю то что не стоит до этого докапываться это дело каждого но вообще я в приоритете использую либо переменную дисплей для хранения этих размеров окна либо переменную ска больше всего мне нравится перемен использовать за переменные с названием ска потому что так короче и понятно почему не просто с потому что у меня бывают моменты когда некоторые элементы я сохраняю переменные с в общем вот такая тема и еще друзья мы нарисовали картинку теперь время текста так как мы текст передаем в любом случае то хоть даже он там пустой мы все равно должны произвести какую-то манипуляцию с тем что у нас есть можно конечно попросить было чад же пяти упростить эту систему сделать допустим если нету текста то ничего не делать но он такое не закладывал я бы конечно вам посоветовал добавить эту обработку если текст пустой то зачем это всю фигню гонять если вкратце говорить здесь мы подключаем тот шрифт который у нас будет использоваться мы включаем по умолчанию задаем его размер потом мы его каким-то образом тут вот рендерим получаем его размеры и тоже точно так же располагаем его на экране в тех координатах какие нам надо куда мы знаем вот все на этом функция метод точнее метод нашего нашего объекта завершён здесь больше ничего не будет и мы должны теперь каким-то образом еще добавить два метода первый метод будет определять наведена мышка наша на объект или нет происходить это будет следующим образом начнем сначала с нашей с нашей функции с нашего метода check hover туда мы передаем и конечно же понятное дело координаты мыши а для того чтобы проверить действительно произошло ли наведение или нет мы будем с мальчиков конструкцию которая позволяет определить произошло ли наведение мыши на наш объект совпало ли координаты с нашим вот этим с нашим прямоугольником все очень но для начала я думаю стоило бы определить самое то есть mouse пос равно mouse точка get пос я я так сделал наверное ну что я не знаю что дальше будет может человек еще и сделает просто здесь больше ничего не будет и что мы еще добавляем мы еще добавляем один правильный метод этот метод обработки событий и винтов и здесь это будет вот таким вот образом значит хендли и винт наш будет обрабатывать наши винты которые мы будем передавать из нашего основного приложения что здесь у нас за обработка будет происходить во-первых мы должны с вами обработать события нажатия мыши и значит мы берем наш even проверяем что события нажатия мыши из события нажатия мыши именно левая то есть левая кнопка мышь нажата и в данном моменте мы находимся с вами на на чем находимся над кнопкой Если мы находимся над кнопкой, событие нажатия кнопки, и кнопка у нас получается левая, тогда мы должны что-то сделать. Здесь чат GPT нам дал немножко простор для творчества и позволил в дальнейшем как-то это дело доработать. Хотя мы будем обрабатывать всего лишь одно событие, которое нам необходимо. Точнее, мы будем просто делать воспроизведение звука. Если вдруг у нас задан звук, то мы должны его воспроизвести. У нас же есть с вами есть саунд, который мы загрузили, если он существует, и ему мы просто должны сказать, что мы используем метод play, и он как бы начнет проигрываться. Кроме этого, чат GPT посоветовал нам в этом моменте добавить еще и свои события. Точнее, мы должны как бы инициировать свой event, который будет отвечать за то, что мышка была нажата, и в дальнейшем мы будем ее обрабатывать, это событие. В общем, выглядит вот таким вот образом. Может, более детально я в следующих уроках разберу. А пока просто смотрите, любуйтесь. И вот такой вот у нас класс получился. Все, мы сохраняем его. Что у нас тут? Вышло 39 строчек. На самом деле не так много, но класс получился очень гибкий. И я сейчас вам покажу. Да даже точнее, уже не покажу, а в деталях расскажу. Потому что показать я уже вам показал. Кнопки могут быть, гляньте, во-первых, разного размера. Во-вторых, они могут быть с текстом, либо без текста. Ну, без текста эти те, которые, вот видите, там, молоточек, деньги. Теперь мы должны с вами присоединять к основному приложению. Основное приложение. Основное приложение у нас будет в файле main.py. А, я понял. Он сейчас импортировать будет. Мы должны будем подключить библиотеку. То есть мы, раз используем PyGame там, то и тут тоже придется. Поэтому подключаем PyGame. Кроме этого, подключим еще библиотеку CIS. Она тоже потребуется. И должны с вами подключить нашу кнопку. Она у нас называется ImageButton. И находится в файле Button. Поэтому делаем это вот таким вот образом. Если вдруг вы класс переименуете, то не забудьте вот здесь его тоже поменять. Вот. Что мы должны дальше сделать? Конечно же, мы должны с вами инициализировать сам PyGame. Для этого делаем вот такой вот суперкод, который вызывает метод инициализации. И после этого мы с вами должны будем задать размер. Все советуют и предлагают размер хранить отдельно. Мы тоже с вами так поступим. Поскольку в дальнейшем я буду использовать его для подсчета размера, координаты и тому подобное. Размер нашего экрана будет 600 на 550. Вы можете задать любой. Там 1200 на 500 миллионов. Как вам угодно. Теперь мы задаем наш рабочий экран вот таким вот образом. Устанавливаем размер, что у нас он будет 600 на 500. И по желанию, можете менять, можете не менять. Я все-таки задам название нашего окна. Вот таким вот образом напишу, что у нас тут с вами ButtonTest. Тест кнопочки. Тест кнопочки. Все. В принципе, наше приложение готово к запуску. И мы сейчас с вами попробуем его запустить. Давайте попробуем запустить. Увидим, что все упало из-за пробелов. Сейчас я скорректирую. Пробелы все-таки мне помешали в жизни. Теперь все запускается хорошо. Мы видим, что окно дергается, оно появляется и сразу закрывается. Но это нормально, поскольку мы не... Я, если честно, не особо работал в Sublime Text'е. Но недавно я пробовал в Atom. И я так думаю, что Sublime Text с Atom, они имеют некоторое сходство. Поэтому я думаю, что там можно Swift или как-то правильно... Свеп-табуляция или что-то в этом роде. Это когда два пробела, это одна табуляция. Я думаю, так было бы удобнее и не было бы таких ошибок. Я, конечно, могу быть, не прав. Просто это моя точка зрения. Просто если смотреть на интерфейс, то Sublime не особо отличается от Atom. Ладно, что ж, продолжаем просмотр. Опять я прервал автора. Прошу прощения. Не создали вот этот вот бесконечный луп об обработке нашего окна и отображения всего, что на нем должно быть. Делается это следующим образом. Мы должны с вами создать либо функцию, либо бесконечный цикл, пускай на основе там while. Давайте все-таки объявим функцию, которую назовем DevMain. Это основное наше меню. DevMain. А не main. Main Menu. Во. Все, я вас запутал. Объявим функцию, которая будет называться MainMenu. И в этом основном, в основной функции, наше MainMenu, будет располагаться бесконечный цикл. Для того, чтобы он срабатывал, мы создадим переменную до этого цикла. И вот так вот он у нас будет здесь гоняться. Чтобы все это корректно работало и отрабатывалось закрытие окна, мы должны сразу обработку всех эвентов добавить, которые возникают в рамках нашей работы приложения и работы нашего пайгейма. Вот. Смотрите. Здесь у нас, получается, будут обрабатываться события, которые возникают на уровне пайгейма. Если вдруг это событие связано с выходом, то мы должны будем пометить, что все, до свидания. И выйти отсюда. А также, используя вот такие вот еще методы, погасить наше приложение. Это, в принципе, стандартный набор. Можно сказать, джентльмена, не джентльмена. Но, в общем, когда вы будете писать свои приложения на пайгейме, везде будет вот такая вот штука. Теперь остается только вызвать нашу функцию MainMenu и убедиться, что все это дело хорошо работает. Единственное, что давайте сразу проверим с пробелами. Как видите, у меня тут табы и пробелы иногда пляшут. Запускаем наше приложение. И, о чудо, наше приложение не закрылось. Бесконечный цикл While гоняется. И мы можем спокойно закрыть наше приложение при помощи кнопки закрыть. Все работает. Теперь настал момент, когда мы с вами должны будем подключить сюда уже наши кнопочки и начать их обрабатывать. Для этого, друзья, давайте чуть выше, чем основная наша функция, создадим эти кнопки. Первая кнопка у нас будет достаточно простая. Мы просто с вами возьмем и создадим зеленую кнопочку. Чтобы понять, что это такое, давайте вспомним, что мы должны передать. Мы уже с вами договорились, что сюда... Я не знаю, конечно, насколько автор так делает. Просто я вот, когда создавал свою игру, я использовал точно такой же метод с переменными. Но из-за того, что я работал на браузерной IDE, мне без доната давали только 0,5% от всего процессора и 0,5% от оперативной памяти. Соответственно, эти все переменные помнят наша оперативная память некоторое время. Ну, в общем, у меня не совсем как у автора все было. У меня все стояло, можно сказать, на условиях. И в одном условии у меня было сразу же и настройки, и играть, и... В общем, даже когда ты переходил там в настройки, сохранялись те переменные. То есть переменные названия, переменные трех кнопок, в общем, также переменные с самой бэкграундом, переменные с текстом. В общем, это все хранилось. Из-за того, что мне очень мало давали оперативки, программа немного подлагивала. Ну и, соответственно, поэтому я убрал все эти переменные, и просто они потом создавались заново, и программа работает быстрее. Вот. Передаем кучу параметров. Вот мы здесь вот за счет использования ImageButton как раз и создаем нашу GreenButton. Как я уже говорил, параметр экрана я здесь использую. Почему здесь вот такая вот формула, я сейчас объясню. Берем нашу программку, которая существует. Значит, чтобы расположить свою кнопку первую, я использую небольшой подсчет. Во-первых, я нахожу середину экрана, для этого делю размер экрана пополам, а потом беру и учитаю половину кнопки. То есть вот эта разница, чтобы найти координату X для нашей кнопки, чтобы она была по центру. О, непонятно. Размер ее 252 на 74, именно такую картиночку я туда и запилил. Текст я не передаю никакой, а картинки у меня две. Первая картинка это та, которая до наведения, вторая картинка, которая после наведения. И еще один параметр это клик mp3. Все это дело, друзья, нужно сохранить в папочке, которая у нас с вами содержит основной файл. Вот здесь у меня хранятся все эти картинки, которые я использую, а также тот файл, который есть. Если вдруг вы будете использовать не относительный путь, а абсолютный, то указывайте все это корректно и подгрузиться оттуда, откуда надо. Что нам теперь нужно сделать? Для того, чтобы эта кнопка действительно появилась, мы с вами должны ее как-то отрисовать. А я уже говорил, что просто так она не отрисуется, нужно вызвать ее метод. И в этом бесконечном цикле, где-то вот, где-то вот, наверное, после эвентов мы должны с вами... А, понятно, почему им нужно отрисовать. ...отрисовку нашей кнопки, на всякий случай, дайте проверю пробил, мне нормально все. Давайте посмотрим, что произойдет. Да, и сразу скажу, что лучше все-таки экран еще и обнулять, заполним его сразу, заполним его сразу как надо. Черным цветом. Пустотой, черным, черным цветом. Запустим нашу программку и убедимся, что ничего не произошло. Конечно, ничего не произошло, потому что чат GPT нам сразу сказал, что так дело не пойдет, поэтому добавьте, пожалуйста, вот такую штуку. Так, на всякий случай проверю пробил. А, по ЕНДИСПФЛИП, да. Теперь мы проверяем, что произошло в этот раз. В этот раз у нас произошло все идеально, наша кнопка появилась, но она никаким образом не реагирует на наведение и на клики. Для того, чтобы она начала реагировать на клики и на все остальное, нам нужно добавить обработку всего, что мы с вами закладывали. Во-первых, до того, как мы нарисовали, мы должны проверить, возможно, наведение произошло, поэтому мы вот здесь вот с вами, вот здесь делаем обработку. За счет использования нашего метода CheckCover пытаемся понять, какую картинку отобразить, и все это должно, в принципе, сработать. А, вот куда она делает GetPosition, все понятно. Как минимум, сейчас должно сработать то, что у нас... Так, надо погасить старое. Что наведение срабатывает. Да, теперь CheckCover, наш метод позволяет определить, какая картинка сейчас должна отрисовываться. И кнопка начала реагировать на наведение. В моем примере, кстати, я еще текст вывожу сверху, можно, в принципе, добавить его и здесь, можно и добавлять. Вот здесь вот я просто рисую надпись ButtonTest. Что еще у нас не происходит? Не происходит у нас, друзья, никакого нажатия, точнее, звука, звука при нажатии. Так, опять у нас тут с пробелами. Конечно же, конечно же. Почему-то сегодня у меня в приложении здесь некорректно отрабатываются пробелы и табы. Я сейчас не стал настраивать, пусть как будет, так будет. Вот, все, текст появился, кнопка у нас находится, но звук клика не происходит. Почему такое происходит? Поскольку у нас есть событие. Так, давайте погасим ее сразу. У нас есть событие, которое мы обрабатываем, но мы не обрабатываем событие, не вызываем хендлер, который у нас создан для GreenButton. Для этого мы должны с вами вот здесь, в рамках вот этих всех обработки ивентов, вызвать вот такую штуку. Так, надеюсь, я тут с пробелами это опять не... Нет, все нормально. И теперь, если мы с вами запустим наше приложение, то убедимся в том, что и звук начал обрабатываться. Клик. Да, все корректно. Звуки обрабатываются, все работает. И можно сказать, что основное наше приложение готово. Давайте попробуем создать другие кнопки и посмотреть, что будет. Я не буду вас долго мучать. Сразу добавлю здесь код создания нескольких кнопок, которые я предполагал. И точно так же, как и созданием первой зеленой кнопки, здесь у меня происходит подсчет к середине экрана. Можно было бы, кстати, вынести в отдельную переменную и там уже плясать с этим делом. Но я не стал. Также я добавляю несколько кнопок. И здесь единственное, что они все по образу и подобию, кроме одной той, которая с текстом. Как я уже говорил, если вдруг у вас в играх будет какая-нибудь кнопка, в которой нужно менять текст, то вот таким вот образом мы можем этот текст менять. Давайте посмотрим, что у нас произойдет. Хотя сейчас ничего не произойдет, потому что мы должны добавить здесь еще отрисовку всех этих кнопок. Бесконечного цикла мы должны добавить отрисовку всех остальных кнопок. Не совсем корректно, конечно, просто так размножать вот такой код. Можно было бы это сделать через объекты, циклы и тому подобное. Через какие-то массивы и списки. Но я сделал, как сделал. Просто вот захардкор делал, как получилось. На самом деле так делать нежелательно. Лучше их создать через какой-нибудь список. Давайте сделаем что? Давайте запустим и посмотрим, что произойдет. Будет ли у нас столько кнопок, сколько мы хотим. Да, кнопки у нас все появились. Точно так же, как в примере, который я показывал в самом начале. Единственное, что вы можете заметить, что клики не работают по вот этим вот остальным кнопкам. Поэтому мы здесь должны точно так же, как вот с этим эвентом, добавить обработку и других кнопок. Если мы все это дело пропишем, а это вы можете сделать самостоятельно, то все это дело заработает должным образом, как мы и хотели. То есть, вот видите, здесь работает green button 1, green button 2. На них звук отрабатывает. Точно так же можно добавить остальные иконки и звук тоже появится. Мы можем даже взять какой-нибудь другой звук и то же самое с ним произойдет. Еще один момент, который я вам не показал и вам нужно точно про него знать, это обработка наших эвентов, которые мы сами создали. Вот здесь у нас обрабатывается только эвент, связанный с выходом из приложения. Но мы же с вами создали эвент, который возникает при нажатии на кнопку. Поэтому мы его тоже можем обрабатывать. Смотрите, в данном случае мы обрабатываем, можно даже не кнопка играть, а первая кнопка. Давайте сделаем вот так, первая кнопка. Конечно, не совсем, не совсем корректно, но как ChatGPT нам посоветовал, давайте сделаем вот таким вот образом. Вторая кнопка была нажата, третья, 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 да, по-моему третья. Все, сохраним и на всякий случай вызовем наше приложение, посмотрим, что будет. По идее, все должно работать как нужно. Смотрите, мы сейчас с вами наблюдаем несколько кнопочек. Если мы нажимаем на первую, пишется, была нажата первая кнопка, а если нажимаем на третью, была нажата третья кнопка. Так вот, как он все-таки реализовал, окей. Мы можем обрабатывать и такое событие и вызывать какие-то действия, связанные именно с нажатием кнопки. То есть, не в классе это реализовывать, а реализовывать вот таким вот образом за счет создания эвентов Pygame'а и обработки этих эвентов Pygame'а уже в нашем бесконечном цикле. Друзья, огромное спасибо вам, что подписчиков сейчас стало полторы тысячи. Я не знаю, с чем это связано, но у нас стало реально полторы тысячи. Я благодарен каждому, кто подписался. Надеюсь, вы подпишетесь, кто новенький смотрит это видео, потому что в дальнейшем мы создадим игровое меню, ну, а потом уже и создадим некую игру, в которой сможем тоже использовать эти кнопки и какие-то еще манипуляции, связанные с Pygame'ом. Подписывайтесь. Хорошо, вписались. В общем, спасибо огромное автору. Вот такой вот видос у него получился. У меня такая реакция получилась. В общем, спасибо вам за просмотр. Хорошего времени суток. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok